Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 20 октября. Память праведного Артемия, Веркольского Чудотворца. Святой праведный Артемий Веркольский Чудотворец родился в 1532 году в селе Верколе в Двинском краю. По реке Пенеге версты на две вверх по течению от Кевролы. Родители его отец Косма по прозвищу Малый, а мать Аполлинария были крестьяне того села. Они воспитали сына своего в страхе Божием и благочестии христианском. С пяти лет уже он начал чуждаться свойственных детям привычек. Не любил детских игр, был тих, кроток, богобоязлив, послушен к родителям. Прилежно помогал отцу своему в его крестьянских работах, сколько мог по своему возрасту. Однажды, будучи двенадцатый лет, он работал с отцом своим в поле, баранью землю. Неожиданно надвинулась грозная туча, стало темно, как ночью. Поднялась буря с ливнем, над головой испуганного Артемия разразился страшный удар грома, и блаженный отрок пал мертвый. Так милосердный и премудрый Господь Бог благоволил восприять в свои небесные обители душу праведного раба своего. Односельчане Артемия не поняли по своему неразумию этого посещения Божия, и сочли по суеверию неожиданную кончину блаженного отрока праведным судом Божиим, наказующим Артемия за какие-либо тайные грехи его. Тело блаженного Артемия, как умершего от внезапной смерти, осталось неотпетым и непогребенным. Его положили на пустом месте в сосновом лесу. Поверх земли прикрыли его к хворостам и берестаю, и огородили деревянной изгородью. Так пролежало оно тридцать два года, семи забытая. Однажды летом агафоник, дичек церкви святого Николая Чудотворца Силия Верколи, ходил по тому лесу, сбирая грибы. Увидел свет над местом, где покоился блаженный отрок, подошел и обрел его нетленное тело. Он тотчас поведал о том веркольским крестьянам. Но те по неразумии своему взяли в просто тело Артемия без всяких почестей и привезли его к своей приходской церкви и положили на паперти, прикрыв гроб его березой, покрывавшей в лесу праведного отрока. Но Господь благоволил прославить угодника своего в стране Кеврольской. От мощей его начали источаться неоскудные исцеления болящим. Конфинов последовал 23 июня 1545 года. В том году по пущениям Божьим в Двинском краю распространилась злокачественная лихорадка. Многие умирали от этой тяжкой болезни, особенно женщины и дети. Заболел недугом этим и сын веркольского селенина Калиника. В сильной скорби Калиник молился об исцелении сына, потом пошел в церковь, приложился к гробу праведного Артемия и, взяв бересты, покрывавшей нетленной мощью его, с верой привесил ее к кресту на груди умиравшего сына. Больной выздоровел. Обрадованный Калиник рассказал о том всем своим односельчанам, которые с радостью собрались в церкви святителя Николая и начали петь молебны и творить память по праведному отроке Артемии. И умилосердился Господь над рабами своими, лихорадка в той стране скоро прекратилась. С того времени чудеса святого Артемия стали умножаться. У некого человека по имени Павла от тяжелого недуга так скривило шею, что голова повернулась лицом назад, и глаза закрылись. В такой беде Павел обратился с горячей молитвой к Богу и праведному Артемию, и голова больного выпрямилась, глаза открылись. Исцеленный поспешил рассказать всем в своем селе о случившемся. После того при церкви святого Николая верхкольцы устроили особый предел, куда перенесли из паперки мощи Артемия, положив их в новый гроб, это было в 1584 году. Когда принесли в предел мощи блаженного отрока, пришла туда женщина с расслабленным младенцем, попросила отслужить молебен, приложила своего отрока ко гробу Артемии, и больная рука отрока исцелела. Около того же времени один крестьяна Андрей и крестьянка Ирина страдавшая глазами, получили здравие и ясное зрение от прикосновения к священной раке новоявленного чудотворца. Одна женщина по имени Мария, страдавшая 40 лет болезнью желудка, столь тяжкой, что она от чрезмерных страданий часто обмирала часа на два или на три, услыхала о чудесах, истекавших от мощей Артемия, обратилась к нему с молитвой и получила скорое исцеление. В виде умножающейся от мощей исцеления два священника Иоанн и Фома велели написать на досках старой гробницы несколько икон праведного Артемия, а досок тех остались стружки. Иерей Иоанн тщательно собрал эти стружки и положил на хранение при церкви. Благочестивые чтители праведного Артемия, с верой бравшей те стружки, получали исцеление от своих недугов. Один человек с пенеги по имени Панкратий, бывший проездом в Верколе, в 1601 году привез в Великий Устюг одну из таковых икон Артемия, и от того образа многие получили тогда исцеление. В 1619 году новогородский митрополит Макарий свидетельствовал мощи праведника и благословил перенести их в свой храм в день памяти святителя чудотворца Николая 6 декабря. Несколько времени спустя пришел в Верколу Илариона Артемия, житель города Холмогор, и поведал, что он долго был болен глазами, ничего не видел и жестоко страдал, так что пытался в отчаянии удавиться, и только подоспевшие соседи помешали этому. Прослышав о чудесах, истекающих от мощей праведного Артемия, он обратился к нему с исферной молитвой о своем исцелении. В тот же час, рассказывал исцеленный, я прозрел и увидел в видении святого Артемия в белых ризах с небольшим посажком в левой руке и со крестом вправой. Он осенил меня крестом и сказал, «Человече, что ты страдаешь? Восстань! Христос через меня, раба своего, исцеляет тебя! Иди в Верколу, приложись ко гробу моему, и поведай всем священнику и всем крестьянам!» При этих словах праведный отрок, взяв меня за руку, как бы понуждал к этому, и потом стал невидим. Я же, пробудившись, почувствовал себя совершенно здоровым, как будто никогда и не болел. И вот я пришел сюда поклониться святым мощам его. Особенно замечательно было чудо с одним крестьянином из села Кивакурья Устюжского уезда Пантрикием Игнатьевым. Он с детства тяжко страдал от грыжи. Устыхав о чудесах праведного Артемия, он с верой помолился ему, положил обед приложиться к его гробу и выздоровел, но потом забыл о данном им обете. Спустя несколько лет он снова почувствовал приступ грыжи, которая стала его мучить еще сильнее прежнего. Патрики обратился опять с молитвой к праведному Артемию и вспомнил о своем неисполненном обете. Молитва болящего была услышана, но Патрики опять забыл о данном им обете. Тогда напала на него тоска, и непроницаемая тьма покрыла его глаза. Несчастный опять вспомнил о своем неисполненном обете, горько раскаялся и обещал неотложно исполнить долг свой. Праведный Артемий снова избавил Патрикия от недуга, а исцеленный с радостью поспешил в Верколу ко гробу Артемия, заказал отслужить молебен ему, со слезами облабызал многоцелебный гроб его и исповедал перед всеми о происшедшем чуде и своем греховном забвении. В 1636 году в марте месяце ехал в Кевролу и на Мизень, назначены туда воеводы Афанасий Пашков. По дороге он остановился в Верколе, но у раке мощей праведного Артемия не был и благодарственного молебна ему не служил. В Кевроле сын его отрока Иеремия тяжко заболел лихорадкой и готовился уже к смерти. Тогда отец вспомнил, что не отслужил молебен праведному Артемию, и дал обед отправиться на богомоле в Верколу. И вот внезапно, лежавший в тяжелом забытии, сын Пашкова сам поднялся с постели и, держась за окон, стал спрашивать своего отца, каким путем ехать им к праведному Артемию. Дивясь тому, отец привез сына в Верколу. Здесь отслужили по обету молебен, взял ли березцы с гроба чудотворца, чтобы больной носил ее на груди вместе с крестом, и отрок выздоровел. Благодарный отец созвал Верколе на месте обретения мощей Артемия храм создал в честь соименного праведному отроку мученика Артемия. Спустя некоторое время храм в Верколе сгорел, обгорели и мощи праведного Артемия. Местные священник Лаврентий и прихожане Веркольского села для ограждения мощей Артемия от таких несчастных случаев устроили над ними особую часовню, положили их в новую раку и покрыли новым покрывалом. После того от гроба чудотворца стали истекать новые чудотворения. Так, некоего Симеона Казаринова праведный Артемий спас от потопления. После или иного дня он плыл на судне вместе со своими товарищами по северному ледовитому океану из Мангазеи в Архангельск. Вдруг наступила жестокая буря, и судну стало угрожать скорое крушение. Лывшие пришли в ужас и отчаяние. Не видя себе ниоткуда никакой надежды на спасение, они стали готовиться к смерти и в ожидании ее прощаться друг с другом. Потом они опомнились и стали со слезами молиться Господу Богу и праведному Артемию о своем спасении, обещая сослужить благодарственный молебен угоднику Божию. И по молитве их море утихло, и утопавшие избегли неминуемой гибели. Слава исцеления от мощей праведного Артемия распространилась далеко. Новгородский митрополит Киприян пасал снова освидетельствовать его нетленной мощи, своей подписью подтвердил доставленную ему роспись исцелений и прислал в церковь села Верколы вновь составленную службу чудотворцу. В 1648 году в Кевролу была прислана грамота царя Алексея Михайловича на имя тогдашнего воевода Анечкова. Павильона было положить мощи праведного Артемия в Новую Раку и дозволено построить монастырь на том месте, где были обретены его мощи, которые, согласно царской грамоте, и были на следующий год перенесены туда и положены в построенной еще воеводой Пашковом церкви святого мученика Артемия. При всем от святых мощей истекали многоразличные исцеления всем с верой притекавших к ним. Собравшийся во множестве народ вознес теплое моление Христу Богу и его святому угоднику праведному Артемию Веркольскому чудотворцу, прославляя благодать Божию в нем явленную на утешение всем православным христианам. Впоследствии мощи праведного Артемия по случаю пожаров трижды выносили из храма обители, пока, наконец, не был построен в 1793 году в монастыре каменный храм, освященный в честь праведного Артемия, в котором мощи его и были положены. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова